Это газораспределительная станция номер один. Находится в 20 километрах от Запорожья. Введена в эксплуатацию в 2000 году. Имеет два выхода – в городские сети и к местным предприятиям. Это самая большая станция по распределению природного газа в сети потребителя на Украине. Проектная производительность ГРС-1 города Запорожья – 600 тысяч метров кубических в час. Газ по магистральному газопроводу заходит на распределительные станции. Их в Запорожье три. Они подают газ под высоким давлением на более чем 100 регуляторных пунктов. На каждом ГРП давление газа снижается до бытового уровня и подается потребителям. Ежедневно здесь отбирают пробы газа, чтобы определить его компонентный состав. Отбор производится методом сухой продувки пробоотборника. Это металлопластиковый баллон объемом 2 литра. После времени сечения продувки закроем нижний вентиль, уравняем давление в пробоотборнике до давления в газопроводе. Отключим пробоотборник. В принципе, будем доставлять его в лабораторию для дальнейшего исследования. Уже в лаборатории Укртрансгаза в течение 10 минут специалист проводит необходимый анализ. Контейнер с газом подсоединяется при помощи крана тонкой регулировки, подсоединяется к самому прибору и осуществляется подача. Определенный расход устанавливается. Определенный объем газа подается на газовый хроматограф. Результаты готовы в течение часа. При помощи специальной программы данные о составе газа выводятся на монитор компьютера. Показатель калорийности газа 8174. Много это или мало, узнаем позже. Для точности анализ пробы проводится не менее трех раз. Полученные данные ежедневно отправляются компании «Запорожгаз». Задачей ее лаборатории входит проверка качества газа на регуляторных пунктах. Мы замеры берем, лаборатория наша раз в месяц. И сегодня как раз мы сравним результаты того газа, что зашел к нам и тот, что вышел от магистральщика. Через час результаты готовы. Специалисты брали пробу в двух разных районах города. Так, на газораспределительном пункте в Вознесеновском районе теплота сгорания кубометра газа составила 8161 килокалорию. В Днепровском районе 8153 килокалории. Норма ГОСТа 7600 килокалорий. Впрочем, по европейским стандартам это топливо низкого качества. Среднеевропейские показатели – 9000 килокалорий на 1 кубометр. Кстати, в Европе цена кубометра газа напрямую зависит от его качества. В Украине же потребители пока собираются только информировать об этих показателях. Согласно постановлению НКРКУ, в ближайшее время в платежках все потребители будут фиксироваться помимо объема потребления газа, еще и расчет в энергетических единицах. Это европейская практика. И в Европе уже давно посчитали, что если люди будут оплачивать не за количество потребленных кубов, а за качество газа, то будет какая-то возможность его экономить. Новую строку в платежках потребители увидят уже в марте. А вот когда украинцы будут платить за качество, а не за объем газа, нацкомиссия пока не определилась. Если же потребитель хочет сам узнать, какой газ идет из конфорки, это не дешевое удовольствие. По данным украинских СМИ, если человек захочет лично убедиться в качестве получаемого газа, он может обратиться за помощью в Госпотребстандарт. Это займет 10 дней и обойдется примерно в 6000 гривен. Плюс 500 гривен за выезд специалиста с необходимым оборудованием. Такие специалисты есть только в Киеве. В Запорожье услуга не предоставляется.